В селе Аргаш, что под Инзой, вновь закипела духовная жизнь. В день памяти любимого ученика Христа Иоанна Богослова там осветили церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. В основе названия старинное тюркское слово «Алгаш» попросту «Яма». В самой низине населенный пункт основали 373 года назад. Некогда крупнейшее село со статусом пригорода и населением больше 4,5 тысяч человек. Сейчас здесь чуть больше 300 жителей. Последний деревянный храм великомоченницы Пороскева сгорел еще в 18-м году прошлого столетия. И только три года назад здесь образовалась церковная община. Вместе с батюшкой реконструировали старинный двухэтажный дом. Именно село Аргаш отличается от большинства наших сел тем, что действительно здесь участие принимали только сельчане. Особых меценатов не было. То есть вот это вот очень ценно. Очень ценно, что община, община воссоздавала историческую справедливость. Все жители села хорошо откликнулись. Вот на около миллиона рублей мы потратили на это здание. И вот самое главное, ни в ком я не нашел отказа, когда кому-то обращался с просьбой. Были ли на этой земле ранее архиерейские службы, доподлинно неизвестно. Но этот день стал историческим для села. Все, кто создавал Благовещенскую церковь, встречают владыку Филарета. Пресвященнейший владыка Благословитель. Спасибо, Господь. Из всего здания для богослужения выделили только одну комнату. Второй этаж займут духовно-просветительский центр и воскресная школа. Чин освящения престола – таинство очень ответственное. Технические действия по сборке престола прерываются молитвой. Твои же неосужденно освящение совершите храма сего, твоему словословию созданного. И сразу после освящения первой в этом храме божественной литургии архиерейским чином. В этот день многое в новейшей истории Аргаша было впервые. Как и благословение всем жителям села от Владыки. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами». Люди не торопились расходиться. Самые активные члены общины получили архиерейские грамоты. Впереди еще много работы. О грандиозных планах можно судить только по одному фруктовому саду, который посадили в этом году. Кристина Агафонова, Дмитрий Гурин. Вести Ульяновск. Инзинский район.